Начиная с 2010 года на территории нашей страны реализуется всероссийский проект «Самбо в школу», цель которого – ориентировать школьников на изучение основ самообороны, укрепление физической культуры, воспитание лидерских качеств и командного духа. Сегодня Краснодарский край входит в тройку лидеров по масштабности реализации данного проекта. Уроки «Самбо» проводятся в более 350 учебных учреждениях региона, в том числе и в школах Славянского района. Понятно? Самбо – это боевой вид спорта, и родился он именно в нашей стране. Создан он был как вид самообороны без оружия в 1920-30-х годах. Самбо впитало в себя лучшие техники борьбы, дзюдо, джиу-джитсу и других боевых искусств. В 1966 году самбо официально было признано международным видом спорта. Благодаря проекту «Самбо в школу» этот вид спорта в нашей стране получил второе рождение. Сегодня все больше мальчишек и девчонок, впервые познакомившись с ним в школе на уроках физкультуры, продолжает совершенствовать свое мастерство в профессиональных спортивных школах «Самбо». Я занимаюсь уже два года самбо. Мне это нравится, потому что это меня развивает. Здесь мы изучаем приемы. Допустим, мой любимый прием – это броски, распятие. Ну, вообще мне все нравится. У меня есть уже две медали. Это были краевые соревнования два раза. Я буду дальше заниматься, потому что это мне нравится. Своё знакомство «Самбо» Захар Смола начал именно на уроках физкультуры. Его школа стала участником всероссийского проекта. Для занятий был получен борцовский ковер, а учитель физкультуры прошел специальную переподготовку. И вот уже почти два года учащиеся седьмой школы постигают азы самообороны без оружия. «Самбо» переводится как «самооборона без оружия». Детям это понадобится как в повседневной жизни, ребятам, мальчикам, как мужчинам это особенно нужно для защиты себя, для своих близких. Моя задача как учителя – развивать для детей силу, выносливость, все физические качества и любовь к спорту. Все учащиеся седьмой школы в рамках урока физкультуры занимаются самбо. Также три раза в неделю для ребят проводятся дополнительные занятия. Детям нравится, занимаются. Мы внедрили в уроки. У нас урок модулем идет. И у нас внеурочная деятельность – кружок самбо, где ребята посещают этот кружок. Все 60 детей у нас занимаются самбо. Ну, на секцию ходит 15, 12, 18 человек. Несмотря на то, что самбо в седьмой школе преподают всего два года, учащиеся уже принимали участие в краевых и районных соревнованиях. И на первенстве района в этом году смогли завоевать несколько медалей. В следующем учебном году в школе планируют третий урок физкультуры полностью посвятить самбо, чтобы у ребят было еще больше времени на тренировки и оттачивание своего мастерства. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа События.